девчонки всем привет всех с прошедшим 8 марта у нас тут видите тюльпанчики разных цветов обожаю тюльпаны если в доме уже появились тюльпаны большом количестве значит уже весна раскрываем посылки приехали посылки от брендов они поздравлялись 8 марта и от моей мамы поэтому сейчас демка будет их раскрывать самое интересное покажу вам так что оставайтесь нами подписывайтесь на канал где вам что надо еще делать нажимать на колокольчик вот так еще до пальчик вверх поставить одну посылку дем открыл раскрыл отнес доминики и подарок бабушка есть витр прислала я уже дальше попозже покажу тебя доминики что было интересно да давай аккуратно только давай умница мама мне прислала кофточку так это зад это румыния мне кстати есть пару вещей вот такая вот она она знает что я люблю горчичный цвет последнее время и вот мне организовала 36 размер спасибо мамулечка это перед как обычно знаете в блузочках бывает оказывается что это зад а вот перед необычный девочки хотите занять ребенка дайте ему коробку обмотать ее скотч и ножницы и он будет полчаса сидеть и раскрывать вот реально же сидит на минут 15 не может раскрыть через 15 минут он сказал помоги или мы дома были и решила я отвезти детей на фестиваль гигантских фонарей на у нас начался дождь слушайте ну конечно я думала что он будет маленький а он такой конкретненький так навигатор надо выключить потому что я не знала где это стрелочек поле вот смотрите вот и можно туда вот идти там будет красиво но да мы потому что ветер ледяной и я без капюшона не капюшка на с головным убором дано очень неприятно поэтому мы сейчас наверное мы наверное что никого едем просто куда-нибудь девичка ты обидел сюда да как это ты меня напугал хорошо только что лазил 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 и получается чашку так вот сильно сдвигивает и все чуть не валится я напугалась ника напугалась а вот и и я идем на ругала говорите ману чё так мы пришли в кафе кушаем пирожное потому что на улице начался дождь поэтому подъедем на фестиваль чуть попозже через несколько дней когда будет хорошая погода сейчас приедет дима заберет демида так что завтра у меня будет релакс я завтра встречу туда с подружкой с помой я не заеду в магазин всем займусь такими делами такими делами которыми не дает делать даже посидеть с ним в кафе в принципе можно если есть игровая или дать мультики но так он не даст он будет расспрашивать у подружки как у нее дела и так далее общительный парень мы в колене напротив шутерсов очень вкусное заведение немножко дай я пожалуйста покажу пожалуйста садительский дом вот калина вот знаете что начал делать мне это жутко не нравится когда он злится он делает как волчонок делом не делай так пожалуйста больше это очень некрасиво и как-то странно выглядит хорошо спасибо красота я реально очень красиво не к сделала фотографии дима приехал за демкой спаситель наш данника у нас завтра будет девичник у вас мальчишник она с девичник его что вы будете делать завтра солей потому что заехать посмотреть обувь меня кроссовки надо поменять хочу белый аккуратненький новые купители а потом буду встречаться с кумовями скорее всего вы мальчика что будете делать мы завтра поедем съездим на надо рынок а что там не костюмного спортивный посмотреть поэтому я классический может и жениться собрался нас так позовешь если что так как ты очень не собираюсь это уже что-то нити делаешь димит я хочу вот так надо скачивать ничего пожар его дюйма они где сегодня была фотосессия для она получится на одну я из этого что ты же как бы планы чуть поменял мои и я не смогла поехать так что не к отдувалась за меня и у нее было сегодня целый день фотосессии 2 у нее все да я покажу вы тут есть и сбросили там конечно она красотка такая это красотка на фотках она такая ой как она себя не любит как она себя не любит все уши а мы остались девочки хочу венец приехали мы домой и я заставляю что делать нику я заставляю нику сделать не укол ну ничего пусть тренируется у меня 10 уколов не не положить не играйся нет я уже все у меня вот последний серебриум правильно ну короче раньше это был как он назывался забыла коля от меня коля это все равно забываю а потом у меня 10 уколов максипина вот и потом еще один там препарат в общем короче остались да цена такая конечно за 5 ампул осталось у меня максипин и как бы еще там один препарат как я уже сказала но только в попу то есть вены слава богу уже мои не мучает потому что у меня как таковых их уже не осталось мне уже коля 16 лет каждые полгода то есть уже вот мне кололи сюда то есть сделала узелки но ничего ничего так что ника у меня просто не было шприцов я забыла что сегодня выходной и вообще мне уколоть некому было потому ника будет наколоть готова нет я поняла ну надеюсь что все будет ок я просто как бы игла входит да кстати она должна зайти полностью в общем сейчас я расскажу ну что вам сказать никого доктором не смогла быть почему потому что в колоть не смогла начала чуть ли не плакать я вколола сама себе она мне выдавила так и живем продолжает свой влог болтологию как вы просите в машине сейчас разговаривала солей но через instagram там же можно голосовые сообщения отправлять оля мне прислала видео сообщения я начала смеяться сейчас расскажем сейчас утро я еду совершенно другой район позавтракать соли и заодно завезу вещи свои шубы демкины комбезы в общем все теплое в тот дом и заберу весеннее и так чего начали смеяться оля говорит пришли пить мне бонусы заправки виду мы поеду заправлюсь как приезжаю а там всего лишь там копейки ну как бы 2000 бонусов а это по факту один бонус одна копейка говорит начала смеяться и вспомнила свою историю деньги которые зарабатывают как бы что-то трачу на повседневные какие-то нужды остальное стараешься отложить там на поездки на ремонт и так далее вот и приводишь обычно в доллары и эти доллары лежат в банке вот и бывает такое что налички нету ну вот как бы вот потратилась она и нету гривен на карточки то есть и мне был момент когда вот вот деньги должны были прийти там в течение там нескольких дней а в наличке всего лишь 500 гривен и у меня такой был момент мне надо было заправиться мне надо было купить продуктов то есть а мне было всего 500 гривен я не могла понять что мне правильно сделать то есть если я не заправлюсь я не смогу выехать из села если я не куплю продуктов то кушать нечего я была в дороге останавливаюсь и вот так вот останавливаюсь и думаю так что же делать куда ехать то ли магазин то ли на заправку и приходит мне сразу же моментально sms от вога то есть вайбер я начинаю читать я обычно такие сообщения всегда игнорирую от компании магазинов тому подобное а тут я читаю там написано что у вас там сколько-то бонусов и вы можете их обменять на топлива я начинаю читать более внимательно и по факту у меня оказывается четыреста двадцать семь гривен да и но если перевести в бонус что вы думаете я и заправилась и купила продукты но когда я заправилась и вышла то есть я такая затем в недоумении было говорю господи спасибо то есть в моей жизни были такие моменты я не знаю вам рассказывала ли нет я близким рассказывала потому что когда мне говорят вот там тяжело ну бывает так как бы его вы понимаете у бога нельзя просить денег попросите работу и у меня был момент когда я как-то с мамой еду и тогда ремонт это лето было у меня ремонта было столько рабочие сенсор плату надо дать ну как бы они швахтовым методом ездят домой приехали домой ко мне приехали домой ко мне приехали вот и им уезжать им деньги нужны и такая господи не денег прошу работы дай вы не поверите я как раз заезжала домой с мамой это при маме было я прям слух сказала ну потому что говорю вот надо дырки бы закрывать я не знаю как я еще вот вы только въезжаю во двор и мне приходит опять же на вайбер сообщение от девочки она в общем занималась занимается ведет интертоп то есть вы знали да что я в интертопе время от времени там снималась я нам не питань типа съемка будет ты свободна в это время ну то есть понятное дело что я же не снимаюсь бесплатно как бы я говорю да свободно она такая ну давай все я сижу такая думаю класс то есть я только у бога попросила да вот как бы работу и сразу же буквально через пять минут он мне ее дал ну просто вот вот такая вот история одна вторая вы понимаете что ну или или я не знаю может быть среди моих подписчиков есть атеисты не верят бога но что-то сверху есть вселенная бог там я не знаю не знаю я просто бога верю поэтому я не знаю кто там как на самом деле что то что то существует которое нам помогает я верю что это был вот вот такая вот история вы мы так с утра уже посмеялись и сейчас еду в армитину гриль на позиции а после как я уже сказала завезу вещи свои и хочу заехать в конфискат глянуть там кроссовки и некий думаю может быть ботинки вот потому что у нее есть кепка кожанка и нужны какие-то она хочет такие как у меня вот но у меня тридцать восьмой размере 40 гоника но можно я одену ну мама на можно я один я говорю нет них и нельзя ты расту у нее широкая ножка и 40 размерами отрезать могу никто куда-то денешь не придумывай поэтому посмотрю ей очень хочется и такие ботинки знаете как вот у меня такие есть вы наверное видели они очень такие лаконичные под все подходящие вот и я снимаю для вас почти ежедневные луки то есть ну как бы где-то повседневная моя одежда где-то выходная и я думаю что наверное буду подписывать не просто снимать под музыку да а подписывать куда я в этом иду чтобы было например понять не да вот в данный момент я тоже сейчас него я еду завтракать с подругой и просто повседневные вопросы дела и так далее поэтому поэтому как то так ставьте пальчики вверх поддерживайте меня делитесь этим видео потому что очень-очень хочется подрасти вот и переехать свой дом потому что на самом деле если будет большое количество подписчиков то естественно я стану больше зарабатывать и также появится как бы рекламодатели мне очень хочется подрасти еще знаете почему хочется обратиться в какую-то компанию которая бы взяла какой какую-то часть например ремонта в доме на свой счет за счет рекламы а я бы снимала что они делают но я не могу пока этого сделать потому что ну не такое большое количество подписчиков если бы мне было хотя бы 50 туда ближе к 100 тогда было бы классно вот но это все зависит от вас мои строительные волки теперь зависят от вас понятное дело что я тоже как бы ну как бы я работаю зарабатываю и в дом вкладываю в данный момент реально я понимаю что чем больше подписчиков тем я быстрее заеду до вот я говорю откровенно я могла об этом не говорить но это правда вот я надеюсь что вы цените кстати благодарю вас за вашу отдачу в предыдущем видео вы в комментариях очень много писали приятных слов на самом деле для меня это это очень тепло вот тут вот в душе и ты понимаешь что там на другом конце кто-то смотрит твое видео и узнает что-то полезное или просто расслабляется ты как я понимаю что я нашла очень много родственных душ именно через интернет подруг одной из одной из них еду сейчас поэтому хотя мы не были знакомы от дота то есть до того когда я не начала вести свой блог мы познакомились через блог так что вы представляете как интернет людей сводит и помогает поэтому это круто оставайтесь со мной дальше будет мы стали встретились обеда не очень а завтраки вкусные именно нравится аргентина которая не на оболоне а на поздняках это тут особенное место закрессовками себе купила не кинка купила выбрала я вам дома покажу цены приятные это не кожа вот смотрите и тут много разных моделей этот конфискат на харьковском метро харьковской есть еще какие-то вот тут есть кожаные там дальше на шлепки тоже кожа мощь покажу вот тут есть стенд последние последняя пара вот смотрите цена 610 сейчас почти 400 319 по 80 какие кричатый размер если был мой размер я взяла во мне же не меня а сам девчонки я видите сзади вещи я уже отвезла шубы и забрала весенний осенний гардероб в виде верхней одежды очень даже у меня тут и неплохо то есть ничего покупать не надо у меня все есть слава богу почему потому что у меня много базовых вещей которые не выходят из моды они вообще просто стильные то есть они не подвластны их временем я так скажу то есть это не леопард который хоть и держится уже не один сезон в тренде но скоро он тоже уйдет вот поэтому я стараюсь покупать просто базовые вещи которые подходят под все у нас начался дождь что не есть хорошо потому что мы хотели еще съеду к умовьям на встречу мы хотели где-то на набережной баллонской присесть и смотреть на солнышко пить вино я говорю ребят говорю я колю уколы какое вино они говорят ну мы будем пить вино ты будешь пить чай его ну ладно и хотели вот знаете как наблюдать за солнышком греться не вышло но ничего все равно решили встретиться солнышко у нас душе кумовья я думаю если будете спрашивать это я крестила софия в марте день рождением 10 лет когда я стане познакомилась она была беременна но живота еще не было вот только они узнали что она беременна мы начали общаться вот и она меня взяла кумовь они из харькова я харькове тоже когда-то жила но познакомились мы на свадьбе кстати тоже харькове у одного там диванного друга так что вот так вот бывает знаете иногда задумываешься как людей сводит жизнь так прикольно становится все так по-разному и прекрасно себя чувствует мне кума рассказывает на каком сайте знакомств тебе надо зарегистрироваться чтоб найти свою вторую половину я не помню но сайта не помнит ты регистрируешься я закончу сеть так что все скоро я одна не буду девочки я уже дома хочу вам показать покупки которые я купила в конфискате купила себе кроссовки я в принципе не очень люблю такую обувь скажу честно вот эта вот подошва мне кажется на моих худеньких ножках смотрится ну слегка как-то так грузно вот но так и примерила вроде бы неплохо но посмотрим они все равно недорогие поэтому посмотрим в любом случае буду вам показывать луки которые я создаю ух ты и мало кроссовок я купила да я купила еще вот такие вот они маломерят это сороковый размер но они мне впритык и они широкие но мне не понравились именно своей расцветкой но опять же это подошва опять такая здоровая но на ноге смотрятся очень маленькими хотя сороковый размер опять же буду создавать луки покажу как оно будет и купила Ники Ника ждет такая мне 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 прикол в том что такую подошву легко мыть потому что очень часто проблема в подошве вот смотри возьмем допустим вот эти вот вот эти вот штучки вот эти вот штучки вот вот это вот оно отмывается безумно сложно потому что грязь забивается вон туда поэтому я покупаю их себе потому что ты их носишь аккуратно я нашу аккуратно это первое второе я покупаю очень часто кроссовки если вы заметили если уже подошва можно сказать она не такая белоснежная я уже пристаю носить эти кроссовки хотя они например ну хорошие и кстати подошва дышит ну короче такое будет тяжело отмыть а вот тут вот ее помыть будет очень легко даже когда грязь забьется вот прям сейчас сейчас она о это за свет был ну прикольно посмотрите а то я ж да куплю я даже не знаю куда где-то они купили или нет вроде не маломерят но я купила 41 ой это прекрасно это прекрасно может носочек надеть ну я не знаю я так уже примерю просто ой они тут прикольные о боже это прекрасно да и сразу в стороне одену давай 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 посмотрим вот этого 300 с чем то по моему вот этого тоже 300 с чем то ты 350 по моему говорила да то есть 300 с копейками 350 325 что то такое и это тоже там в районе тоже ну все оно по 300 с чем то сейчас мне девочки начнут писать Аня это же не кожа ну зачем ты ребенку покупаешь не кожу нога же не дышит не ну посмотри тут дырочки есть она будет дышать девчонки ну как бы у нас есть и кожа ну вот Ники покупала я обувь убиваю довольно быстро да я стараюсь но это первое второе что те что те в любом случае у нее нога все равно потеет и да да это так и тем более в школе одевая школу оно люди ну проходит ну просто толпа идет людей как бы проходит ну случайно бывает ну наступит ну со временем обувь особенно в школе она убивает в общем Ника мне говорит чтобы я не покупала дорогую обувь потому что у нас есть как дорогая обувь так и недорогая вот Ника как бы страдает от того что я ее ругаю говорю Ника блин а не так там дорого стоит она ну мам ну не покупай они дорогие они так блестят нравится ага ну это я рада и тут все подойдут и девочки если будете спрашивать это Идеал вот эти вот это Лоретта это Леди Лили да вот это все в конфискате там есть и мужская обувь и детская если это кожа то это где-то 600 гривен ну это от 600 гривен и в принципе там уже сами выбираете фасоны которые вам нравятся то есть бывает вообще там ничего нет интересного а бывают там прикольные разные модели вот так что когда недорого это не говорит о том что это некачественно у меня половина обуви оттуда и я их ношу уже сколько второй год ну нормально девочки Ника выше меня ну понятно что у нее подошва огромная но все равно я пока морально еще не привыкла к этому я больше чем ты смотри смотри ну это как продолжение моей головы и плечи шире да девчонки сейчас суб... нет сегодня воскресенье Ники завтра в школу завтра утром Демида привезут и мы сейчас с Доминикой будем смотреть Хороший доктор да точно вот напишите внизу в комментариях какие сериалы смотрите вы у нас некое такое времяпровождение поэтому у нас будет хороший доктор и на этом я свой влог заканчиваю спасибо что вы его посмотрели подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями и пишите что бы вы хотели видеть в дальнейших видео какой формат и так далее но я знаю что вы любите семейные влоги так что красивые такие все всем пока 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 пока